Многокилометровые очереди из машин и людей на границе России с Латвией и Эстонией. Такую картину на контрольно-пропускных пунктах несколько дней назад заметили волонтеры в Псковской области. Подавляющее большинство стоящих здесь – граждане Украины. Некоторые провели в изнуряющей очереди уже несколько дней. Там условно литров 30 мы наварили супа. Наши девчонки наварили гречки с мясом. Я ждал их, вез туда. Когда я купил плюшек всяких, две больших коробки воды литров 50. То есть люди моментально, буквально за 10 минут это было разобрано. То есть люди голодные были, но скорее всего еще не холодные в таком максимальном понимании этого слова. Потому что на тот момент еще солнышко так было, плюс 10, не страшно. А в следующий день, в понедельник, пошел большой дождь и, конечно, это катастрофа была. Эти кадры сняли сами волонтеры. Длинные вереницы машин и люди, разместившиеся прямо на земле. Украинцы, стоящие в очереди, были не против рассказать о невыносимых условиях ожидания на российской стороне. Но только не на камеру. Опасались, что их могут не выпустить за границу. Мы с Херсонской области. Здесь мы уже третьи сутки сидим. Дети ночуют на заправке в тепле. Спасибо, что на заправке пускают. Все остальные спят на траве, на улице, при дожде. По словам свидетелей, как минимум двум пожилым людям, стоящим в очереди на границе, стало плохо. Врачи скорой помощи спасти их не смогли. Власти Псковской области это опровергли. Были две информации от свидетелей, от самих людей из очереди. Буквально от самих людей из очереди. О том, что были случаи смерти одной женщины. Это в Печорском районе. Одного мужчины. Была также информация, что одна женщина, пожилая старше 80 лет, умерла на одном из КПП в Петаловском районе. Власти категорически не подтверждают эту информацию. По случаю в Печорах было даже официальное прорывержение, что женщина умерла в центре Печор. У нас есть выбор. Доверять официальной информации или доверять информации людей, кто был на месте. Украинские беженцы прибывают сюда в основном из оккупированных территорий. Это кратчайший путь в Евросоюз для людей, скажем, из Херсона или Донецка, поскольку вначале они должны въехать в Россию, а потом, минуя украинскую территорию, прибывают на границу ЕС. В Псковском штабе партии Яблоко считают, на границе оказались просто не готовы к такому потоку желающих ее пересечь. Особенно к потоку граждан Украины, которых перед выездом из России зачастую дополнительно проверяют и допрашивают по несколько часов. Я подошел на заправку, спросил, с какого момента возникла проблема, потому что для нас она якобы возникла только, условно, к субботе. Нет, они говорят, проблема возникла с 22 сентября. То есть 21 сентября объявляется день мобилизации. Я предполагаю, что вот люди, видя опыт ДНР и ЛНР о призыве в армию, который начался еще 24 февраля, они предположили, что это может и их коснуться и уезжают. Несколько групп волонтеров объявили срочный сбор. На границу начали привозить еду и теплые вещи. Областная администрация также не осталась в стороне. Там сообщили, что собираются поставить на контрольно-пропускном пункте мобильный военкомат.